здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут лариса сегодня будет экспресс мастер-класс вот на эту шапочку связать мне ее пришлось очень быстро поэтому по петельного мастер-класса не получилось но я очень подробно расскажу как связать такую шапочку и о пряже скажу рассмотрим шапочку поближе шапочка простая связана лицевой гладью вот такая макушка она двойная очень теплая смотрите я взяла фонарик чтобы вам показать шапка совсем не просвечивается я думаю что и ветер ее не продует вот так шапочка выглядит я растянула ее вязала я ее из итальянской бобиной пряжи пряжа мариноскент эта пряжа обработана пропиткой которая смылась после стирки до стирки шапка выглядела совсем по-другому к сожалению я в том виде ее не сняла но покажу вам саму пряжу очень тонкая нить в 100 граммах 900 метров шапку я вязала в два сложения спицами 3 миллиметра и вот после стирки пряжа раскрылась даже выпустила пушок вот смотрите видно поэтому шапка получилась очень плотная и в то же время очень мягкая с такой же пряжи я вязала кардиган и снимала мастер-класс там кстати можно посмотреть на полотно до стирки я оставлю ссылочку под этим видео кому интересно пройдите посмотрите еще я думаю снять видео об этой пряже очень интересная пряжа после носки готовых изделий чтобы посмотреть как она поведет себя после длительной носки так что друзья кто не подписан подписывайтесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить полезную информацию еще могу сказать об этой пряже что она очень экономная на эту шапочку уточняю на двойную шапочку ушло 66 грамм что еще сказать по этой шапочке она связана по кругу шва нет что что мне очень нравится вязать ее очень просто расскажу в двух словах и вы сможете связать сами начала я вязать шапочку вот с этого места вот смотрите клинья вот с этого места прежде набрав петли на брусовую нить чтобы потом легко и быстро удалить эту нить и вязать в противоположную сторону этот способ набора петель на дополнительную нить я применяю очень часто и при вязание шапок и при вязании того же кардигана о котором упоминала и в других случаях поэтому я советую кто не знаком с этим способом присмотритесь к этому способу он необходим в вязальном деле чтобы вам долго не искать я оставлю ссылочку на ролик с мастер-классом под этим видео набрав петли я набрала на свою шапку сто двадцать четыре петли плюс одна петля для смыкания в круг потом эта петля убавляется и провязала три-четыре ряда все равно сколько дальше я вяжу макушку для этого я все петли сто двадцать четыре петли разделила на 4 части получилось по тридцать одной петле развесила маркеры и дальше как убавлять петли на макушке в этих клиньях первую петлю я провязываю лицевой затем две следующие за ней петли провязываю вместе с наклоном вправо то есть к этой первой петле дальше провязываю все петли не довязывая до маркера двух петель до конца клина не довязывая двух петель эти две петли провязываю с наклоном влево и дальше все повторяю в конце кругового ряда две петли провязываем вместе с наклоном влево это конец четвертого клина вот второй и третий ряд провязываем без убавок четвертый ряд опять убавки также как в первом ряду пятый и шестой ряд провязываем без убавок в седьмом ряду опять убавки таким же образом и дальше мы провяжем один ряд без убавок один ряд с убавками и так будем чередовать эти два ряда один с убавками один без убавок пока останется 12 петель затем петли стягиваем и одна макушка готова затем удаляем бросовую нить и вяжем в обратном направлении и тут уже вяжем и примеряем и никогда не прогадаем с желаемой длиной шапки можем связать двойную шапку как у меня можем в процессе примерок решить что нам нужна шапка с отворотом и примеряя выбираем длину все очень очевидно просто и удобно вторую макушку вяжем также если к примеру вы решили вязать шапочку с отворотом то как закрыть петли самым простым способом то есть провязываем одну петлю провязываем вторую петлю и первую набрасываем на вторую петлю затем провязываем опять петлю опять первую петлю набрасываем на вторую петлю только не нужно затягивать эти петли этот край не будет выворачиваться на лицо он будет поворачиваться к шапке и будет все красиво вот и вся шапка эту шапку я вязала на окружность головы 53 54 сантиметра ее ширина 22 с половиной сантиметра то есть в окружности шапка 45 сантиметров то есть смотрите на плотность облегания я отняла 8 9 сантиметров вот так шапка выглядит на хозяйке шапка очень теплая и как вы убедились вяжется легко благодарю вас за внимание за лайки и комментарии буду рада новым подписчикам и друзьям всем удачи до новой встречи и Продолжение следует...